Ребят, всем добрый день! Это мой новый ролик, и в этом ролике я наконец-то расскажу вам про новую добавку, которая несла большие коррективы в мою жизнь. Называется она Мелдранат. Расскажу про ее особенности, что она мне дала, какие показатели она улучшила, насколько она повлияла на умственную работоспособность, также мышечную активность, выносливость и все остальное. На самом деле, про эту добавку я узнал чисто из интернета. Я написал в интернете, я помню тот день, добавки от усталости. Я искал разные спортивные добавки, грубо говоря, в аптеке. Примеют научное доказательство относительно хотя бы чего-то, то есть не просто пустышка. Тогда я наткнулся на Мелдранат. То есть Мелдранат это торговое название, само же действенное вещество называется Мелдоний. Мелдоний используется в бодибилдинге, но он запрещен в бодибилдинге. И в России вообще, вроде бы вообще Мелдоний запрещен. Но я нахожусь в Беларуси, поэтому я рассказываю про на этот момент, то что он разрешен, его спокойно употребляют в качестве добавки для хорошей работы мозга. И, конечно же, повышение показателей в спорте выносливости, быстрого восстановления после тренировок, при упадке сил, при синдроме алкогольного синдрома, ну то есть когда там, не знаю, ломка, что-то еще. Не говорю, что он убирает ломку, он просто помогает вам не трястись. То есть сердце начинает нормально работать, что очень хорошо я проверил на себе, так как все-таки реально мои нагрузки очень огромные. Без Мелдоната порой некоторые дни становится жить сложно и вправду. Но с Мелдонатом есть свои огромные плюсы, которые вот сейчас я буду постепенно разлаживать. Первый день приема Мелдоната, во-первых, на мне он сработал с первого дня приема. Как это ощущалось? Я ездил на велосипеде в тот день и принял, получается, две капсулы с энергетиком. Прошло полчаса. Сначала я просто ехал на велосипеде, все было нормально, не было особо показателей, изменений. То есть, но потом я попробовал втопить, потому что, ну, мне было реально комфортно, легко. Сердце не нагружалось так сильно, я не чувствовал, что она прямо что-то там болит, что-то не так. И оказалось, что мои физические способности выросли. Ощущение, как будто рычаг какой-то был, который контролирует вот второе дыхание, ну, относительно второе дыхание, будем говорить так, он дернулся. И после этого я смог нормально втапливать большие объемы, больше прикладывать сил. При этом в момент щелчка, когда бы раньше я просто бы уже опустил бы ноги, у меня бы они болели, такого не было. Чем-то действие похоже на какой-то такой мощный анаболик. Мощный. Он не поднимает уровень тесостерона, мелдранат, но, вот, кстати, про шваганду, что вы ролик смотрели, я, конечно, очень удивлен, что вы набрали столько просмотров, поэтому про адаптогены еще будет идти речь, обязательно. Ну, а сегодня мы говорим о мелдранате. Есть некоторые исследования, которые показывали, что мелдранат улучшает и умственную работоспособность, и реакцию, и плюс еще показатели выносливости. По поводу реакции, мелдранат, и вправду, улучшение реакции, улучшение моторики действий, которые я замечал в течение вообще приема мелдраната, и до сих пор его принимаю, уже принимаю его две недели и более, кто-то говорит, что у него накопительный эффект, и это правда. С каждым днем все лучше и лучше, все меньше и меньше усталости. Чувствуешь себя порой как робот, и немножко это напрягает, на самом деле, потому что это вообще ненормально, на самом деле, с одной стороны. Но если это работает, то это работает, и оно должно работать. Потому что если мы не хотим прибегать к стероидам, то почему бы не прибегать к такому обычному препарату, который продается в аптеке. Мы же доверяем аптеке, да? Не всем препаратам можно доверять, но на самом деле от кофе отказаться не могу никак, да и не нужно, зачем от него отказываться, если тебе хорошо. Получается, по поводу выносливости. В момент щелчка, когда, например, нужно делать какое-то действие, подтягивание, вот момент, ты не знаешь, какой ты сделаешь, да? То есть ты в обычном состоянии без мелдраната, ты мог бы не сделать, допустим, там, 20 раз. Ты сделаешь 15, но ты сделаешь это через боль. На мелдранате ты начинаешь лучше чувствовать проводимость связи с головой и с мышцами. То есть ты начинаешь, как будто реакция мгновенная. То есть как будто она более такая быстрая, четкая, передаваемая. То есть ты в момент подтягивания четко ощущаешь, что ты сейчас пойдешь, ну, то есть ты не понимаешь, подтянешься ты или не подтянешься, но ты подтягиваешься. То есть чем-то немножко даже бы напомнило мне соду, потому что убирает усталость вправду. Получше, чем кофе. Ну, получше это, я бы сказал, в раза 2-3. Но с кофеином это, конечно, своя разводная штука, если не перебачивать с кофеином, потому что полчаса блеск, там, туда-сюда отходняк. Мы это помним. И вот. По поводу всех действий в совокупности, того, что улучшает работу в сердце, по поводу моторных реакций. У меня улучшились моторные реакции, то есть моя реакция начала быть более четкой, более быстрой. Более лучшая проводимость контроля мышц и вообще действия, которые я совершаю в жизни. То есть особенно, что касается безопасности, то есть если у вас какая-то работа связана с тем, что что-то может упасть, разбиться, вы становитесь реально более быстрым, резким. Да. Чем-то немножко напоминает, кстати, такую таблетку, которая называется пероцетан. Немножко по ясности сознания, вот есть такое, да. Ну, чтобы ясность. Ясность сознания дает мухомор. Но пероцетан, он улучшает эти неокритикальные связи в головном полушарии, что, ну, можно немного соотнести к мелдронату, который улучшает работу двух полушарий в головном мозге. Какие же можно сделать выводы? К тому же он нужен. Кому нужен мелдронат? Кому ему нужно принимать? Если у вас нету побочных показаний, то есть если у вас нету аллергии к этому мелдонию, то, естественно, можно употреблять его хоть каждый день. Я принимал его в расчете 1000 МГ каждый день в дозировке 500 мг на одну капсулу два раза в день. Мне этого хватало вот так. И на самом деле я считаю, что его можно употреблять, и если в вашей жизни много чего зависит от спорта, от показателей силовых умственных, умственной работоспособности, потому что очень, порой бывает такая, если вы очень сильно устали физически, не факт, что вы сможете еще и думать. Но мелдония позволяет делать и то, и то, что очень хорошо. Я ставлю очень хорошую отметку этому препарату, то есть это один из тех препаратов, который подействовал реально по-настоящему. И я бы хотел, чтобы те, кто реально занимается разным применением добавок и смотрит меня, и экспериментирует, можете попробовать, потому что пустышкой это не назовешь. Эксперимент проводился также на моих друзьях, опять-таки, потому что я никогда не вылаживаю видос, в котором я про что-то рассказываю, и ничего не проводилось на моих друзьях. Вот. Не знаю, я бы дал мелдонат всем курильщикам, потому что, мне кажется, пырить очень сложно. Без мелдоната вообще будет, наверное, ну, тяжеловато жить. Ну, ребят, ладно, на этом было все. Всем удачи, всем хорошего дня. Спасибо за такие просмотры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!